А где видим первую соборную мечеть, основанную по приказу Екатерины II Поведем Богородский мужской монастырь, где православные могут поклониться Казанской иконе Божьей Матери Самой святой и почитаемой иконой Руси Затем нас ждет посещение нашего Казанского белокаменного Кремля Вот с левой стороны вы видите В Кремле мы с вами увидим жемчужину Казанского Кремля Знаменитую Голубую мечеть Кол-Шариф, построенную к тысячелетию Казани турками Также в Казанском Кремле мы с вами увидим Благобещенский собор Основанный по приказу Ивана Грозного, построен псковскими мастерами в голове с потиком Яковлевом Шаляем Также вот из красного крепича с левой стороны посмотрим на нашу знаменитую падающую башню в Фимбике Мазалей Казанских ханов и другие достопримечательности Казанского Кремля Проедем по старым улицам тысячелетнего города Казани, столицы республики Татарстан Сам город находится 800 километров восточнее от Москвы в среднем течении реки Волга Население 1,2 млн человек Он разделен на 7 административных районов Мэр Эль Срумершин, президент республики Татарстан Ростовиниханов Плевут у нас умеренно континентальный Летом средние температуры 20-25 градусов тепла Зимой 10-15 градусов мороза С правой стороны пирамиды культурно-реликательный корпус А также находятся много кафе и ресторанов С левой стороны прополка Булак, речка Татарская И мы с вами движемся по левобулочной Некоторые иногда называют левобулочной или правобулочной Не булка, а булак Слово, да, хан Булак Который пришел в наше место в 13 веке еще Во время распада Золотой Орды и бульгарской цивилизации Мы же с вами движемся по Вахитовскому району Это центральный район Казани Можно сказать административный Если будете смотреть с левой и с правой стороны Здесь мало жилых домов Офисы, банки, рестораны, кафе, учебные учреждения И другие различные офисы В Вахитовском районе проживает около 100 тысяч человек Сюда в основном приезжают днем на работу на учебу Вечером уезжают другие районы Вахитовский район назван в честь Муланова Вахитова Героя гражданской войны Который погиб, защищая наш город от белогвардейцев А выше на площади Груктуры Тука я вам покажу его памятник Также через эту улицу в 1833 году в нашем городе Побывал Александр Сергеевич Пушкин Пушкин приезжал в Казань для того, чтобы собрать материалы Для своей знаменитой провозки Капитанская дочка О Пугачевском восстании В Казани Пушкин встречался с своими товарищами и друзьями Перцовым, Бородинским Был принят губернатором Гидом у него был ректор Казанского университета Карл Фукс Немецкое происхождение И поездкой в Казань Пушкин остался весьма доволен Написал своей жене Наталье Гончаровой Что Казань его очаровала Набрал необходимые материалы Которые лягут в основу будущей повести После Казани Пушкин отправляется Симбирск, Оренбург И другие населенные пункты, где прошла вольница Емельяна Пугачева В Ахидском районе, кроме Казанского Кремля Находится много различных исторических зданий и сооружений Вот с правой стороны Голубое здание Это университет Бывшее реальное училище Основанное в 1875 году Кроме та же Казанского Кремля В Ахидском районе имеется два монастыря Один из них мы с вами посетим Две пешеходных улицы Баума, наш мест Норвата и Петербургская Также омывает его речка Казан Кыбулак с левой стороны Несколько озер Черный, нижний Кабан, средний Кабан Университет, один из старейших в России Театр, опера, балета И другие достопримечательности И вот сюда За речку Булак Озеро Кабан В середине 16 века По приказу Ванны Грозного Будут приселены татары Поэтому в этом месте И была образована Старая Татарская Слобода А мы в Старой Татарской Слободе Увидим первую соборную мечеть Основной По приказу Екатерины Второй Сейчас мы с вами Выезжаем на Центральную улицу Которую носит имя Наши Республики Улица Татарстан А начинается площадь Гургулы Тукая Заканчивается речным вокзалом По водной глади Казань Занимает второе место В России после Санкт-Петербурга На Самуай Великая Русская река Волга На протяжении 30 километров Наш город разделен речками Казан, Кабулак, Ноксы И более 200 озер и болот С названием и без названия По посещаемости Казань входит в пятерку лучших мест России После Москвы, Петербурга, Крыма и Сочи С правой стороны По ходу движения нашего автобуса Находится современное здание Казанского федерального университета Филфак В 2002 году Было открыто это здание И с правой стороны Память Салиху Сайдашину Татарскому композитору Он написал много произведений В том числе и Марс Советской Армии Под которой часто В годы Советской власти Наш фирменный поезд Уходил в Москву И перед нами площадь Летом здесь фонтаны И за площадью Наше знаменитое озеро Кабан Протяженность озера 2 километра Ширина 400 метров Глубина 10 метров Сильное зеленое название Этого озера происходит От бугровского хана Кабан Пека И мы с вами Поворачиваем В сторону Старой Татарской Слободы Когда Екатерина 2 Вошла на престол Она издала указ Своей верой терпимости И в 1767 году Чтобы заручиться Поддержкой казанских купцов Она прибывает в Казань И разрешает им Строить мечети с камнем До приезда в наш город Екатерина 2 Строить мечети с камнем Было запрещено С времен захвата нашего города Войсками Ивана Грозного Поэтому татары Стали называть Екатерину 2 Нашей бабушкой императрицей Вот так мы с вами Номер нашего автобуса 176 При восьмерке Можете забыть Это был как ориентир 176 Но прошу от меня не вставать Мы с вами сейчас выйдем В Старой Татарской Слободе Я вам покажу Первую сапорную мечеть Основанную Екатерину 2 Расскажу Путь канонов ислама Проката казанского Силы у нашего города Здесь мы с вами Можем продегустировать Чак-Чак Толкаш-Калеве Также приобрести Дешевую сувенирную продукцию Свои соседи улыбнулись И наше путешествие Продолжается Мы с вами Прогулялись По Старой Татарской Слободе Где я вам показал Первую сапорную мечеть Основанную По приказу Екатерины 2 Это самая Намоленная мечеть Нашего города Республики Татарстан Она никогда Не закрывалась Даже в год Советской власти Но кто купил Чак-Чак Ху-то будет Жить сладкое Кто приобрел Котов казанских Можно не работать С правой стороны Татарский академический театр Имени Горискара Камалы Он был построен 30 лет тому назад В виде белого паруса Который парит Над водами Озера Табан В этом театре Проходят театральные Постановки На татарском языке Перевод идет На русском На английском языках Часто приезжают На гастроли Из различных городов России В сентябре Прошли гастроли Малого театра Из Москвы Выступал Также Театр Современник С нашей знаменитой Землячкой Чомпа Ахаматовой Проходят Международные фестивали Атюрских народов На русском Международный фестиваль Мусульманского кино Выступления артистов Шоу-бизнеса Выбирают Мисс Татарстана Ну и другие Культурные массовые мероприятия С левой стороны Кломба Напоминающая Герб нашей республики В автобусе Пить и кушать нельзя Потому что Водитель сам убирается В автобусе А мы с вами Да Мы с вами покидаем Старую татарскую Слободу Ту часть города Где жили в основном Татары Выезжаем В русскую часть города Если мы с вами Жили до революции А здесь в основном Жили татары В русской части населения Жило русское население Уже так Впереди у нас Мечеть не будет Кроме Казанского Кремля И направляемся В сторону Университета Театра Привед Шуралеп Приводил на татарский язык Пушкин и Лермонтова Кольцо Он считается Самоположником Татарской литературы С этой площади В различные районы Отходят несколько улиц Две улицы Пешеходные С правой стороны Пешеходная улица Петербургская Вход Метрополитен Булков КМ У нас зеленого цвета С левой стороны Те части Влюбленного Улица Баумана Наш местный Арбат С правой стороны На высоком постамите Память к Мулану Рвахитову Герою гражданской войны Который погиб Защищая наш город От белогвардейцев И этот район Носит его имя С правой стороны Торговый центр Кольцо Когда-то здесь Был разворот трамваев Но трамвайные пути Убрали Чтобы не мешать Движению транспорта С правой стороны КФУ Финансо-экономический институт Перед нами Красивое здание Пенсионный фонд Республики Торстан Офисы, банки, рестораны Вы видите Кругом Нет Жилых домов Также иногда Город Казань Называет городом Красных автобусов И зеленых троллейбусов У нас нет Маршинных такси Как у вас Вазиков Газиков Уазиков Вот этих Принтеров МРС 10 лет назад Президент Республики Торстан Они были выбраны Из города Часто совершали ДТП В погоне За пассажирами Ну и сейчас ДТП Сидит из фразы С правой стороны Двухэтажное серое здание В этом доме В 1833 году Поэтом Перцова Был Александр Сергеевич Пушкин Вот с правой стороны Сейчас ресторан Мы же с вами Поднимаемся К университету Один из старейших Университетов России Основанный В начале 19 века По указу Царя-императора Александра Первого В Казанском Императорском университете В 1887 году На юрфаке Всего один семестр Проучился Молодой Владимир Ульянов Будущий Пролетарский Вождь Учитель Создатель Советского Союза Но За участие В студенческой Сходке Когда студенты Будут недовольны Усилением Цензуры В университете А также Ущемлением Их прав И свобод Все-таки В 19 веке В университете Обучались Лишь дети Дворян Он Среди лидеров Студенческого Движения Бросает Студенческий Билет На стол Ректор Университета Кремлева За этот дерзкий Поступок Был исключен Из университета Вот с левой стороны Вы видите Главное здание Университета 1804 года Построен По проекту Архитетера Пятнинского А с правой стороны Память К молодому Владимиру Ульянову Вот такой 17-летний паренек Учился В нашем университете С левой стороны На первом этаже Памятная доска Где высечены слова В этом здании В 1844-47 год Учился Лев Николаевич Толстой Также В нашем университете Обучались Его братья Сергей Дмитрий Николай С правой стороны Национальная библиотека Республики Тарстан Бывший особняк Купца Ушкова 1906 года Построен особняк По проекту Архитетера Карла Мюрки В нем Находится Много залов Не похожих Друг на друга Китайский Японский Восточный Французский Огроззал И другие Залы Проводится Даже Экскурсия С правой стороны Небольшой сквер И плюс Николай Иванович Лобачевского Великому Ученому Автору Невридовой Геометрии Он 19 лет Возглавлял Наш университет С 1827 По 46 Год Перед нами Желтые здания Институт Химии Все Входит в состав Казанского Федерального Университета Всего Университет Входит 17 Вузов Казани Татарстана И Поволжья Где Обучаются Свыше 45 Тысяч Студентов С правой Стороны Филиал Российской Академии Наук Он Был Умир Наш Город Во время Великой Отечеств Войны И во Время Войны У нас Работали Такие Прославные Конструкторы Как Туполев Королев Ильюшин Петляков И другие С левой Стороны Белая Арочка Влюбленных Вот видите По сторонам Становятся Влюбленные Говорят Друг другу Заветные Слова Я тебя Люблю Минси Ира Там Алавью И на Других Заках Мира Хорошая Акустика Вот С левой Стороны За арочкой Влюбленным Находится Черное Озеро Любимое Место отдыха Горожан И гостей Нашего Города Этот мужчина Уже сказала Женщина Все еще Стоит Видно Понравился С правой Стороны Ленинский Садик Бывший Николайский Садик Перед нами Двухэтажное Зеленое Здание Это Здание Духовного Управления Моссульман Республики Татарстан Возглавляемому Муфтим Республики Татарстан Тамиль Хазрат Самигулином С левой Стороны Четырехэтажное Светлое Здание МВТ Вдалеке Серое Здание ФСБ Средственное Комитет Ну много Здесь Таких силовых Зданий Наших Силовиков И поворачиваем В сторону Улицы Горького С левой Стороны По ходу Движения Нашего Автобуса Находится Толовая Часть Театра Оперы Балета Имени Мусуль Джалюля В нашем Театре Проходят Два Мировых Фестиваля Опер Имени Федор Шалепина Балет Имени Рудольф Нурива А вот С левой Стороны Между прочим Памят Рудольф Нуриву Автор Знаменитый Сураб Саратели Особенно Москвичем Благодарны За пан Петра Первому А у нас Видите Скромный Такой Получился Один Предприниматель Отдал Только Сот Миллионов Видно Москвичи Больше Отдали Сейчас Мы с вами Пересекаем Улицу Пушкина В 1899 Году К столетию Со дня Рождения Пушкина Улица Робнорядская Была Переменована И с Тех Пор Более 100 Лет Эта Улица Никогда Не Переменована Даже Царские Власти Уважали Пушкина И Уезжаем На улицу Горького Назваем Не зря Потому что Максим Горький Жил в нашем Горде В конце 19 века А он Приехал Из Нижнего Нового С надеждой Поступить Казанский Императорский Университет Но его Церковно-приходских Образований Не приняли Он был Из детей Мещан А в те времена Университет Принимали Из детей Дворян С правой стороны Красивый Особняк Четырехэтажный Купца Кегинова 1905 года Построен По проекту Архитета Руша За ним С правой стороны Бескрасный Кипяч Дом Музея Максима Горького Он здесь Работал Подручем Пекаре У Теренкова С левой стороны Татарский Тинчуринский Театр С левой С правой стороны Много Особняков Купеческих И дворянских 18-19 Начало 20 веков Пожить в центре Было престижно Не только сейчас Но и в те далекие времена А до революции На этом месте Была Красная Слобода От слова Красивая Как Красная Площадь В Москве То есть Красивая площадь В основном Жили дворяне Купцы И богатые Горожане С правой стороны Памятник Говорилу Державину Поэту Нашему Земляку И дым Отечество Нам сладок И приятен Когда-то он писал С левой стороны Турецкая Конституция На территории Республики Тарстан С левой стороны Одноэтажное Серое здание Дом Музея Евгения Боротынского Поэта Друг Александра Сергеевича Пушкина С которым Встречался В 1833 С правой стороны Один из двух Католических Соборов Середина 19 века С правой стороны Трехэтажное Здание С красной Кипяча Особняк 19 века Сейчас здесь Находится Медуниверситет 2 корпус У нас Очень много Учебных Учреждений И Проблем у нас Куда-то ехать На учебу Нет От спорта Туризма Заканчивая Нанотехнологии Можно получить В Казани С правой стороны Современное здание Водоканала А внизу Скульптура Водовоз Ну конечно Водоканала Конечно Правильно Я разместили По проекту Семенолиной Так Когда-то На лошадке С бочкой Развозили Свежую Вкусную воду Из которой Прикли калачи Другие наши Кулинарные изделия Вот с правой стороны Водовоз Перед нами Бост Максима Гойкова Здесь оканчивается Улица В честь его Назранная И светлое Такое голубое Здание Казанского Федерального Университета Бывшие Высшие Женские Курсы До революции Мужчины Женщины Обучались Раздельно И сестра Мария Булева Николаевича Солстова Обучалась В Родионской Институте Благородной Девятой Сейчас В этом здании Находится Суворовское Училище Вот на этом месте Во времена Посещения Нашего города Александра Сергеевича Пушкина И заканчивалась Казань А здесь Пограничный Пункт Будочка такая Стояла Перекидной Мост Овраг Был И начинался Сибирский Тракт Дорога Скоро По печали По которой Сибирь В ссылку Прошли Такие Революционеры Как Радищи В Декабристы Герцин Черношевские Ленин И другие Но Многие Арестанты Молились И причащались Церкви Варвары Великомученицы Которые Находятся Перед нами Восемнадцатого Века Из дела Красного Кирпича Сейчас же Казань Разрослась Километров На двадцать Или тридцать Мы же с вами Поворачив В сторону Улицы Карла Марса Карл Марс Неба В нашем городе Это немецкий Волюционер Бывшая Улица Грузинская Еще иногда Ее называют Вузовская Улица Здесь Находится Несколько Учебных Учереждений Итак С правой Стороны Трехэтажное Кремниевое Здание Кремниевого Цвета Аграрный Университет Бывший Коммерческое Училище С левой стороны Желтые здания Технический Университет Бывшее Промышленное Училище Витюбан Сергей Киров Не для Украшения Здесь стоит До революции Он у нас Здесь учился Великий Большевик Первый Секретарь Бенградского Обкома Партии В 1934 Смольном Болубит С левой стороны Красивая Особня 19 века Построена Проекта Эксистета Руша Сейчас В этом Особняке Находит филиал Суриковского Института С правой Сторона Угловое Двухэтажное Здание Розового Цвета Казанское Хореографическое Училище С левой Стороны С колоннами Казанских Технологических Университет Ну и другие Конечно Вузы Если вы Посмотрите Вперед По сторонам Ни день Увидите Высотные Здания В центре Не рекомендуется Строить Высотные Здания Хотя у нас Есть небоскреб По 120 метров Но не находятся На окраине Казани С левой стороны За светофором Особняк Командующего Казанским Военным Округом Генерала Сантецкого 19 века Сейчас В этом Красивом Особняке Находится Музей Изобразительных Искусств Республики Татарстан Где хранятся Такие полотна Известных Русских художников Таксеров Айвазовский Репин Крамской Рерих Брулов Местные художники Представлены Феша Нурманче Иван Шишкин Рембратт Ну и другие Художники Как российские Так и зарубежные Много даже Еще осталось Икон Пока еще не переданные Казанской епархии На этой улице До революции Родилась Муза Самого Сальвадора Дали Всемир Известного Испанского Художника Это Гала Да Елена Двичкова Тоже из Казани У нас Кто-то родился Как Федор Иван Шаляпин Кто-то у нас Здесь скончался На Арском Кладбище 40 лет Находилась Могила сына Сталина Василия Джугашвили Ну а мы с вами Выезжаем на площадь Свободу Бывшая площадь Театральная На этой площади На этой площади Находится много Исторических знаний И сооружений В том числе С левой стороны Театр опера-балета Имени Муса Жалили Здесь проходят Два мировых фестиваля Оперный имени Федора Шаляпина Балетный имени Рудольфа Нурива С правой стороны Городская ратуша Бывшие дворянское собрание Сюда на балы Часто бегал Молодой Левушка Толстой Тем самым Запустил учебу Университет Не закончил С правой стороны Розовое здание Большой концертный зал Имени Салих Сайдашева Угловое здание Конституционный суд Республики Торстан Перед нами Стеклая бетона Здание Правительства Республики Торстан За правительством Госсовод На противоположной стороне Четырехэтажное здание Технический университет Мы же с вами Поворачиваем В сторону улицы Большая Красная В начале этой улицы Находится знаменитый Богородицкий Мужской монастырь В ней хранится Казанская икона Божьей Матери Самая святая Почитаемая икона на Руси Со дня ее обретения А обретенная Икона была Десятилетней девочкой Матроной В 1579 году Но после революции Храм Где хранился Икона будет разрушен И три года там назад Патриарх Кирилл Приезжал на закладку Первого камня Строительства Этого храма И нынче Строители обещали Этот храм Восстановить Сейчас мы с вами Подъедем К монастырю Я думаю Что после обеда Мало Народу Там Большинство Подъезжает С утра У нас будет возможность Православным Поклониться Этому святому образу Также поставить Свечки Иконки Я вам покажу Саму икону Также покажу Телье Где живут Монахи Покорольские монастыря И через 30 минут Мы с вами встречаемся В автобусе Сейчас время Полтретьего Три часа Без опоздания Мы с вами должны быть В автобусе Номер автобуса 176 176 Номер автобуса Он будет стоять там же Где он нас и высадит 176 Номер автобуса Пока Свои вещи Можете Оставить В автобусе Мы еще С вами Вернемся В автобус По полу Кремля Мы с вами Уже выйдем Из автобуса Окончательно Там начнется Пешеходная экскурсия При входе В монастырь Девушки должны Покрыть свои волосы Платочками Шапочками Капюшончиками Мужчины должны Снять свои Главные уборы А также При входе Преставодвинский храм Девочки должны Одеть юбки Там есть Партуки Так называемые У кого Короткие Курки У кого Длинные Курки Там По колено Или ниже Не надо Одевать Такое Правило И так Все Друженько Выходим На 30 минут 3 часа Автобус Уезжает Кремлю Кто останется Мы будем думать Что вы Уже Здесь остались Да У монахов Здесь же Будешь стоять Здесь вот То есть Здесь Выходим На 30 ноября А вот Послезавтра Будем праздновать День народного юдиста Петр I На Полтавском сражении Одолел шведов Михаил Кутузов Новородина Победил французов С правой С правой стороны Церковь Проспевая Пятница Начало 18 века Построенная Церковь На средстве Купца 1 гильдии Иван Михляева Перед нами Двухэтажное здание Под Кремлем Бывшая Пересыльная тюрьма 18 века В этой тюрьме В 1887 году За участие Студенческой Скотке При дня Содержался Молодой Владимир Ульянов Даже говорят Что Сталин В годы войны Распредел Светокону Поставить на самолет Три раза Облетели Москву Сталинград И Ленинград И эти города Немцы Не захватили Все цели Императоры Которые Почищали Наш город Дарили этому Монструю Богатые подарки Одна А только Екатерина Вторая Подарила Золотой Клад 300 бриллиантов Сожемчуг И другие Драгоценности И вот Ворчахин В 1904 году Позарился На золотой Оклад Этой И украл Ее У нас Кровится Ватиканский Список 18 века Подаренный Иоанном Павлом Вторым Путину А Владимир Иванович Путин В 2005 году К тысячелетию Казани Подарил Этой Кону В дар Нашему Городу На вечное Хранение В Казани Находятся Четыре Монастыря Три Из них Мужский И один Женский Монастырь В монастырях Слежат Так называемые Черное Духоверство Это монахи Они ходят В черных Одеждах Ряса Называется Черная Одежда Не цвет Правого Цвет Послушания Дисциплины Монахи Монахи Проживают В специальных Общежитиях Хили Называются А где Митц Вся Мебель Кроме Телевизоров Потому что Монахи Утверждают Что из Телевизора Идет Негативная Энергия Монахи Могут Достить Больших Высот Стать Настоятелем Монастыря Митрополитом И даже Патриархом Московской Вся Руси Так Сейчас Берем Существуют Белые Духовенцы Священнослужители Которые Служат В церковной Приходь Храмах Они Не дают Обед Безбрачи Но В своей Службе Остаются Настоятелем Своих Приходов У Мусульман Нет Такого Разграничения И все Священнослужители Мусульмане Имеют Право Заводить Семью И детей Так же Мусульман Нет Монастырей С левой Стороны Александровский Пассаж 1882 Года Построен Пассаж По проекту Архитетра Руша 1882 Год Доходный Дом Купца Александрова Но Сейчас Мы Сказали Это Торговый Центр Перед Нами Геофак Университета Бывшая Духовный Семинария До революции В Казани Была Духовная Академия После революции Будет закрыта Итак Перед нами Показал Спасская Башня Казанского Кремля Она Названа В честь Спасса Преображенского Монастыря Который До революции Находился На территории Казанского Кремля Мы С вами Сейчас Здесь Выходим У нас Начинается Пешеходная Эскурсия В автобус Мы Уже Не вернемся Еще раз Повторяю Берем Все свои Вещи Сотовые Телефоны Не забываем Своих Друзей Подруг Знакомых Подручку И дружненько Выходим В автобус Мы Не возвращаемся Автобус Уезжает На другую Эскурсию У нас Начинается Пешеходная Эскурсия Еще раз Проверьте Свои вещи Надо водить Правой стороной Дружненько Выходим Спасибо Водителю Хороший До свидания Дружненько Построен В середине 16 века По приказу Ивана Брокова Сковским Мастерами Выглавить Хосиком Я Хлиман Ширяев Мы попросим Хосик Барман Автор Храм Василия Блажен На Красной площади Редактор субтитров Корректор А.Егорова